Всем привет! Вы смотрите канал Данил Кулеши и в предыдущем выпуске я рассказывал, как же записать экран iOS устройства с помощью программы рефлектор. Но данная программа пишет видео без рамки iPhone. Сегодня с помощью программы до Premiere Pro мы с вами вернем эту рамку. Итак, поехали! Собственно я уже запустил программу рефлектор, давайте включим запись, полистаем например экраны, давайте зайдем в погоду и например зайдем в календарь для того, чтобы видео стало каким-нибудь интересным. Ну а на этом собственно все, останавливаем запись и нажимаем сохранить, после чего наши записи довольно-таки быстро экспортируются на рабочий стол. После чего можем закрыть соединение с iPhone для того, чтобы он не тормозил работу компьютера. Ждем пока закончится экспорт, ожидаем это еще осталось немножечко 10 секунд, поскольку идет запись экрана, запись звука, компьютер немножко нагружается и немножечко подтормаживает. Ожидаем конца. Все, запись экспортирована, закрываем наше соединение, видим что автоматически открывается запись, нам она не понадобится. Мы ее можем с вами закрыть и открываем программу Adobe Premiere Pro для того, чтобы мы с вами могли ставить наше видео в рамку iPhone. Использую я версию Adobe Creative Cloud, то есть версию Premiere Pro CC и вот собственно в ней мы будем работать. Версия Adobe Premiere Pro C6 немножечко отличается от вот этой вот версии, поэтому если что-то непонятно, можете задавать свои вопросы в комментариях. Давайте создадим новый проект, назовем его Test. Да, нажимаем Yes. После чего открывается уже наша рабочая поверхность, осталось немножечко подождать, пока все элементы интерфейса Adobe Premiere подгрузятся. Так, идем в файл, New Sequence и здесь мы также нажимаем, вернее называем Test. Здесь у меня есть свой пресет YouTube 1080p. Вот здесь вы можете посмотреть все характеристики, которые вы можете выставить у себя. Вот, можете нажать на паузу и посмотреть. Но на этом останавливаться не будем, нажимаем ОК. После чего появляется вот здесь вот черный экран и мы с вами непосредственно экспортируем наше видео, записанное в окошечко Project. После чего давайте откроем папку, в которой у меня есть все мои модельки iPhone 5C. Вот он, белый, желтый, зеленый, розовый и синий. Использую я только iPhone 5C в своих видео, но, собственно, мне кажется, что получается довольно-таки интересно. Закрываем непосредственно ненужное окно и здесь необходимо нажимать ОК, поскольку у нас было, если мне память не изменяет, 5 слоев и 5 раз необходимо нажать на клавишу ОК. Далее, что мы с вами делаем, выбираю любой цвет, например, давайте это будет зеленый, переносим его на среднюю дорожку. То есть у нас есть три дорожки по умолчанию и с вами на верхнюю мы экспортируем наше видео. Переносим его на непосредственно верхнюю дорожку. Так, давайте это сделаем вот так вот. Переносим его на верхнюю дорожку, после чего необходимо нашу рамку iPhone немножечко растянуть, чтобы она была по размерам непосредственно нашего iPhone. Видим то, что видео наше довольно-таки хорошо проигрывается, все нормально, ничего не тормозит. И теперь необходимо скопировать этот верхний слой и вставить на нижний, для того, чтобы можно было сделать размытый фон на заднем плане. Но перед тем, как мы с вами это сделаем, выбираем данный слой, переходим в окошечко Effect Controls и открываем вкладочку Motion. Здесь необходимо сделать небольшое редактирование позиций, для того, чтобы вот этот вот экранчик iPhone'а стал на свое место. Итак, в Position слева мы с вами пишем 994, здесь мы с вами пишем 538, Scale мы ставим 145 и, собственно, видим то, что наш экран iPhone'а уже похож на настоящий iPhone. Опять же говорю, дублируем верхний слой, нажимаем Ctrl-C, перемещаем немножко ползунок, нажимаем Ctrl-V и двигаем его в самый конец, то есть равняем, чтобы эти все три слоя были одинаковые, то есть начинались одинаково. Выбираем нижний самый слой и Scale'ом его просто растягиваем вот так вот на самую-самую-самую большое значение, почти на... Это будет циферка 500 у нас, просто это все ровно было. Вот, цифра 500, вы можете у себя выставлять, я думаю, значение будет те же самые. И теперь правым ползунком Position мы с вами поднимаем это видео вверх, я обычно так делаю, но не захватываю наш статус-бар, потому что он нам, собственно, и не нужен. Теперь переходим во вкладочку Effects и здесь с вами находим такой эффект, который называется Gaussian Blur. Перетаскиваем на нижний слой и ставим мытье приблизительно где-то 20, давайте поставим. Ну, а, нормально сделать 25. Здесь у нас галочку. После чего, собственно, видео готово к экспорту, кто не знает, экспортировать видео довольно-таки. Переходим в файл, далее идем с вами экспорт, медиа, и после чего мы можем с вами еще раз отредактировать какие-то параметры нашего проекта. Здесь у меня стоит формат H.264, опять же, пресет, который я создал YouTube 1080p, и здесь вот, можете я медленно полистаю, можете посмотреть, опять же, настройки, которые есть на моих всех видео. Ну, и все, что нам осталось сделать, это нажать клавишу экспорт, после чего наше видео начнет экспортироваться. Собственно, в описании под этим видео я оставлю ссылки с всеми вот этими модельками айфона, то есть, айфон 5C, это раз, два, три, четыре, пять цветов, вы сможете найти в описании под этим видео. И также в описании я оставлю вам данные о позиционе и скейле, которые необходимо ввести в верхний слой для того, чтобы айфон непосредственно хорошо смотрелся в этой рамке. Ну, а на этом, собственно, все. Если вам нравится видео подобного рода, то пишите в комментариях, что вы хотите еще узнать о монтаже моих видео. А на этом, собственно, все. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу ВКонтакте, ставьте лайки под этим видео. Всем спасибо за просмотр, пока! Субтитры сделал DimaTorzok